Слово прокурору Талгат Гасеевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с самого начала. Расскажите, какие же действия можно назвать коррупцией? Само слово «коррупция» имеет латинское происхождение и означает «повреждать». Если сегодня брать, то коррупция на сегодняшний день является одним из самых глобальных проблем современности. Мировой опыт борьбы с коррупцией начинается с 2003 года, когда Генеральной Ассамблеевом была принята конвенция против коррупции. В свою очередь, Казахстан на постсоветском пространстве, одним из первых в 1998 году, как вы знаете, был принят закон о борьбе с коррупцией. Затем последовательным этапом противодействия коррупции был закон о государственной службе и кодекс чести государствующих. Данные нормативные права и акты определили права и обязанности госслужащих, требования к их морально-этическому облику и деловым качествам. Наша законодательство поставлено в совершенство с учетом мировых стандартов. На сегодняшний день указом президента в 2014 году, в декабре месяце, была утверждена антикоррупционная стратегия на 2015-2025 годы. Основной целью данного программы документа является, конечно, снижение уровня коррупции, усовершенствование методов борьбы с ней и формирование антикоррупционной культуры граждан путем прививания принципов нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции. Если касательно нашего законодательства, то понятие коррупции у нас дано непосредственно законе о противодействии коррупции. Под ней мы понимаем незаконное использование лицом, занимающим ответственность на госдожность, лицом уполномоченного выполнения государственных функций, лицом, приравненным к лицу уполномоченного государственных функций, используем своих должных полномочий с целью извлечения лично, либо через посредника каких-либо выгод для себя, либо для третьих лиц. Это понятие, официальное понятие закреплено в законе противодействия коррупции. Действительно, методов борьбы с коррупцией очень много, но от этого статистика она как бы меньше не становится. Расскажите, пожалуйста, о противодействии этого вида преступления. У противодействия коррупции понимается деятельность субъектов противодействия коррупции, направленная на предупреждение коррупционных правонарушений, на формирование в обществе антикоррупционной культуры, а также на выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных преступлений и борьба с их последствиями. Касательно нашей области, то ежегодно отмечается регистрация около 19 преступлений коррупционного характера. Наиболее часто совершаемое преступление – это злоупотребление должностными полномочиями, присвоение растрата в вере на чужое имущество, получение взятки, мошенничество. Самое распространенное преступление на сегодняшний день является. Толгат Гасевич, расскажите, а какие все-таки государственные органы наделены полномочиями по борьбе с коррупцией? Согласно действующему законодательству, вести борьбу с коррупцией обязан каждый государственный орган, организация, субъекты квази-государственных вектор, в том числе должностные лица. Непосредственную борьбу с коррупцией, ее предупреждение, выявление, раскрытие и расследование, а также привлечение к ответственности виновных лиц, считают это органы прокуратуры, национальной безопасности, органы внутренних дел, государственных доходов, военной полиции, а также пограничная служба, комитет национальной безопасности. Это вот эти опасные органы, которые призваны в первую очередь вести борьбу с коррупцией. Коррупция – это, наверное, все-таки не только деньги, да? Расскажите, что же может послужить предметом взятки? Да, коррупция – это не только деньги. Предметом коррупционного преступления, в первую очередь, конечно же, является денежные средства, во-вторых, ими могут выступать ценные бумаги, материальные ценности, и также к предмету взятки можно отнести услуги, которые, значит, оказываются на безвозмездном условии, но за них предусмотрена какая-то оплата. То есть, например, это обшисление строительных работ, ремонтных работ, предоставление санитарно-курортных, туристических путевок, либо предоставление кредитов на льготной основе – вот это все они образуют предмет взятки. То есть все действия и вещи. Интересно. А вот может быть привлечен к уголовной ответственности посредник во взяточничестве? Да, конечно, безусловно, посредник в взяточничестве, он отвечает по, значит, статье 368 главного кодекса, есть отдельная специальная статья, там, значит, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере, десятикратного размера от суммы взятки, либо лишение свободного на срок до двух лет, с конфискацией имущества, либо бесстаковой, но с обязательным пожизненным лишением права заниматься определенной деятельностью, либо занимать определенную должность. Толкат Гасич, вот насколько известно, за сообщение о коррупции каждый казахстанец, он может получить вознаграждение. Вот хотелось бы об этом более поподробно услышать. Сегодняшнее, значит, законодательство, действительно, за сообщение о коррупционном правонарушении, либо ином содействии, противодействии коррупции, каждый казахстанец, каждый гражданин может получить довольно солидное денежное поощрение. Для этого, значит, у нас в 2015 году, в декабре месяце, по основанию правительства были приняты специальные правила поощрения лиц. Значит, сообщив о коррупционном правонарушении, либо иным образом, посодействовав органам противодействия коррупции, предусмотрено, значит, единовременно денежное поощрение в размере до 100 МРП. Да, но здесь зависит от того, о каком виде преступления было сообщено. Допустим, если гражданин сообщил о совершении административного коррупционного правонарушения, здесь предусмотрено вознаграждение в виде 30 месяцев отчетных показателей. А преступление небольшой тяжести – 40, средней – 50, тяжкого преступления – 70, и уже о совершении особо тяжкого коррупционного преступления предусмотрено вознаграждение в виде 100 месяцев отчетных показателей. Здесь есть одно условие, что предоставленная информация органам, ведущих борьбу с коррупцией, она должна быть достоверной. Это первый критерий. И второй критерий – необходимо, чтобы виновное лицо в отношении этого данного лица состоялся обвинительный акт. То есть два фактора – информация должна быть достоверной, и второе – виновное лицо должно понести логическое уголовное наказание. В данном случае каждый гражданин претендует на выплату вот этих поощрений. – То есть поощрение человек может получить в том случае, если факт будет доказан. – Если факт будет доказан. – Да, а вот давайте представим такую ситуацию. Вот у человека вымогают взятку, он сообщает, куда нужно, но факт не доказывают. Может ли этот человек, который сообщил о вымогательстве, понести какую-то уголовную ответственность? – У нас есть ответственность за случай, если гражданин предоставил ложную информацию органу, ведущему борьбу с коррупцией. То в данном случае гражданин может быть привлечен к административной ответственности, в первую очередь. – Значит, наказание там у нас установлено в виде штрафа административного в разделе 200 МРП. Это порядка 450 тысяч тенге. Кроме этого, у нас, значит, за распространение ложных сведений, порочных честь и достоинство лица, либо, значит, подрывающего репутацию, установлена уголовная ответственность. По статье 130, клевета. Есть два вида, либо административный, либо уголовный. Но там уже разграничивается от обстоятельств дела. – Ну, а если, смотрите, если это был не ложный донос, это была не клевета, а факт действительно был, то есть его всегда можно доказать? – Нет, есть всегда, у каждого правонарушения есть свой состав. То есть это наличие объекта, субъекта, объективной стороны, субъективной стороны. Только при совокупности данных четырех признаков образуется так преступление. Где-то в ходе досудебного расследования бывает, да, невозможно доказать тот или иную сторону обвинения, поэтому в данном случае дело может быть либо прекращено, либо приостановлено за недоказанностью вины этого лица. Бывают такие факты, да. – Хорошо. Я вот недавно услышал такое понятие, как конфликт интересов. Это что такое? – Конфликт интересов – это у нас новое понятие. Оно было, значит, введено с принятием нового закона о противодействии коррупции в 18 ноября 2015 году. Оно подразумевает собой, значит, деятельность, когда государственный служащий, имея личную корость, может, значит, ненадлежащим образом исполнять свои обязанности. То есть здесь, в данном случае, на госслужбе, исполнение должных обязанностей при конфликте интересов, он строго запрещен. Каждый государственный служащий должен с этим конфликтным интересом своевременно бороться. Каким образом? При наличии конфликта интересов, либо возникновении угрозы его возникновения, то госслужащий обязан непосредственно в письменной форме уведомить о конфликте интересов своего первого руководителя. То, что имеется в законе конфликта интересов по каким-то причинам, я не могу считать ту или иную деятельность. Здесь же законодательство обязывает руководителя принять меры по урегулированию конфликта интересов. Каким образом? Руководитель, значит, первый в праве отстранить должностное лицо от исполнения обязанностей, где возник конфликта интересов, возложив исполнение этих обязанностей на другого лица. И второе, руководитель может изменить должностные функции этого лица, чтобы он избежал конфликта интересов. Скажите, вот такой вопрос. Допустим, чиновник или должностное лицо, которое раньше было уличено в коррупции, этот человек может быть принят на работу, ну, допустим, в государственную службу какую-нибудь? В государственную службу нет, однозначно не может быть. У нас вот есть закон о государственной службе республики Казахстан, который, значит, прямо запрещает, что гражданин, совершивший коррупционные преступления, на государственную службу принять быть не может. Здесь еще другой фактор есть. При, значит, поступлении на госслужбу гражданин не должен подвергаться административному коррупционному правонарушению в течение трех лет до поступления на госслужбу. Вот такие ограничения существуют. Это запрет. То есть лицо, совершившее преступление, совсем не может быть принято на госслужбу, а совершившее административное правонарушение в течение трех лет до поступления на госслужбу не должно быть подвергнуть взысканию в судебном порядке. Я приведу статистику. За последние три года у нас осуждено за совершение коррупционных правонарушений 129 должностных лиц. 129 должностных лиц. Это немало. Да, конечно, львиную долю из них составляют работники местных исполнительных органов и их структурных подразделений. Впоследствии идут работники контролирующих органов и правоохранительных органов, в частности, органов внутренних дел. Тоже высокий уровень коррупции там у нас зафиксировано. И иные, это уже физические лица, которые непосредственно уличены были в посредничестве либо в даче взятки. Это уже составляет последнюю категорию. Хорошо, Талгат Гасеевич, я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли к нам сегодня в студию. Мы действительно поговорили на очень актуальную тему, которая требует к себе пристального внимания. И хочется надеяться, что та работа, которая проводится по борьбе с коррупцией, она даст свой положительный результат. Уважаемые телезрители, спасибо и вам за то, что все это время вы были с нами. И я напоминаю, если все-таки у вас вымогают взятку, то незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Всего вам доброго, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин